Итак, продолжаем. Сейчас мы поговорим о целевых направлениях. Целевые направления это каждое какое-то глобальное направление, его еще можно рекламировать по другим ключевым запросам. У нас, например, танцы живота, наш основной запрос, его еще можно рекламировать по запросу восточные танцы, арабские танцы, бели-данс. Чуть позже я расскажу, как мы понаходили вот эти целевые направления. Кроме целевых, есть еще и смежные направления. Смежные направления это, например, как сделать живот плоским, как убрать целлюлит, как подтянуть бедра. То есть мы сейчас смежные запросы не рассматриваем. Мы их будем рассматривать чуть позже, когда будем масштабировать наши заработки. Сейчас нас интересуют только целевые направления. Итак, где эти целевые направления можно искать? Их можно найти на самом продажнике, в Эхо Вольстата, на форумах и сайтах. Но сейчас я вам все в подробностях расскажу и покажу. Итак, первое, где можно искать целевые запросы. Это на самом продающем нашем тексте. Как вы видите, мы его пробегаем глазами и смотрим, какие здесь слова еще упоминаются. И вот здесь можно найти восточные танцы, плоский живот, но это будет не целевой, а смежный запрос. То есть пока мы его не трогаем. Ну вот мы нашли восточный танец, например. Дальше, теперь мы будем использовать Эхо Вольстата. Я сейчас расскажу. Эхо это вот слова, которые выводятся в этой колонке. То есть люди вбивают в поиск танец живота и совместно с этим они еще вот что ищут. И здесь мы видим восточные танцы, здесь у нас есть арабские танцы, здесь у нас есть бэли-данс. Также можно еще поискать на тематических форумах и на сайтах. Например, вот это вот бэли-данс, по этому запросу практически вообще никто не рекламируется. Хотя это очень популярное название танцев живота. Возвращаемся на нашу страницу. Итак, вы уже поняли, что целевые запросы это по которым можно прямо рекламировать наш курс. Мы нашли такие танцы живота, восточные танцы, арабские танцы, бэли-дансы в таком написании и бэли-дансы в русскоязычном написании. Мы их нашли на продажнике, в Эхо Вольстата и на форумах и сайтах. Итак, целевые запросы, вот те что ниже, мы будем использовать сейчас в создании нашей рекламной кампании. Ну а смежные мы уже подключим потом, когда будем нашу кампанию масштабировать. Сейчас ваше задание под вашу выбранную партнерку, под целевую аудиторию, которую вы уже составили для себя, аватар, набросать хотя бы 5 основных целевых направлений. Не смежных, вот таких как плоский живот, как сделать, а целевых, которые касаются именно танца в нашем случае. Задание получили, выполняем. Так, ну и еще одно небольшое дополнение по целевым направлениям. Поскольку многие рекламируют различные курсы по заработку в интернете, то я приведу пример и на эту тему. Вот, допустим, возьмем запрос инфобизнес. Многие рекламируются только по запросу инфобизнес. Хотя инфобизнес это такое под целевое направление, большого направления заработок в интернете. Соответственно, инфобизнес можно рекламировать не только по запросу инфобизнес, но и по запросам заработок в интернете, заработок для декретниц, работа для мамочек, дополнительный доход в интернете и так далее. Я этот пример привел к тому, что не стоит ограничиваться лишь теми словами, которые вам пришли в голову в самый первый момент. Поищите еще целевые направления, по которым можно рекламироваться в вашей партнерке. Не останавливайтесь очевидными вещами. Сейчас я говорю именно о целевых направлениях. Смежные направления мы будем искать потом, когда будем все масштабировать. Так что помните, что любое направление, оно еще имеет дополнительные направления, которые вам необходимо найти. Так что удачи вам в поиске.